Флорист Дина Нурумова заботливо складывает композицию из необычных, по-весеннему ярких и ароматных цветов. Говорит, дизайнерские букеты сейчас пользуются особым спросом. Во-первых, это необычно, во-вторых, красиво и, в-третьих, не сильно бьет по карману покупателей. Букеты у нас идут от 2000 рублей, композиции идут от 1000 рублей, то есть на ценовая категория разная. Мастерить букеты несложно, отмечает Дина. Нужны фантазия и необычный цветок в композиции. Несмотря на то, что самарцы никогда не отказываются от классики, многие предпочитают экзотические виды цветов. Есть классические просто, там роза, хоризонтема. А есть там мы поставим и все весенние цветы, гиацинты. Есть у нас и ландыши бывают, продажи сейчас закончились. Есть красивые дельфиниумы, устомы, то есть, ну, экзотика. Люди любят экзотику. Роза от 250 рублей, букет люпанов от 600. Продавцы не скрывают, в преддверии праздника цены растут примерно на 20%. Связано это с тем, что увеличиваются объемы производства, а вместе с тем количество рабочих мест, удобрений и прочих затрат на выращивание растений. Кроме того, владельцы цветочных магазинов оплачивают поставщикам все транспортные расходы, а также специальную упаковку, услуги авиаперевозчика, таможенные сборы, доставку. Из этого и складывается предпраздничная цена. Впрочем, жители Самары, как выяснилось, готовы удивлять любимых дам, несмотря на внушительные суммы за букеты. А вратов надо же, любимые, чем-то, правильно? Конечно, конечно. А то у нее кухня, забота, стирка, больше ничего нет же. А тут раз и цветы на 8 марта, да? Я маме буду дарить тюльпаны, а девушка, она мне заказала цветок, который будет в гашке выращивать. Ну, тысяч восемь, может быть, и так. Ага, на два букета получается, да? Ну, это будут либо белые розы, либо красные розы. Ну, сумма, наверное, 2 тысячи, 3 тысячи. Тысяча. На тысячу. А цветок какой? Желтая роза. Ну, сумма не важна, а цветы всегда розы дарю. А это будут тюльпаны, желтые. Ага. А сумму не знаю, потому что не узнала в магазине, сколько они стоят пока. Но хочу большой букет подарить, яркий. Тем не менее, специалисты дают несколько рекомендаций, как сэкономить и не переплачивать за весенний ажиотаж на плантации их производителя. Заказать букет можно заранее. Его доставят в праздничный день, а вот заплатить за цветы удастся по прежней стоимости, без переплаты. Также довольно удобно иметь в телефонной книжке собственного, проверенного продавца. Постоянные клиенты, рассказывает Дина Нурумова, нередко делают предзаказы на внушительные суммы от 10 до 100 тысяч рублей. Один из таких, вспоминает девушка, совсем недавно заказал для дамы сердца 15 корзин живых роз. Но если ни один из этих вариантов не пришелся вам по душе, порадовать любимого человека можно и простой веточкой мимозы. Сколько в основном берут и по цене сориентируйтесь, сколько стоит? Разная цена. 100 рублей веточка, 50 рублей веточка, букет есть, 200 рублей. Роскошное, нежное, ароматное зеленое весеннее. На языке цветов мимоза означает солнце, постоянство и возрождение. К вечеру, рассказывает Василий Чернов, как правило продаются все заготовленные для покупателей веточки. Мимозу берут с удовольствием, и она ничуть не уступает розам и экзотическим цветам, отмечает продавец. Ведь главная не стоимость букета, не шик и не количество роз, а любовь, тепло, внимание и забота, которых каждый из нас с нетерпением ждет от любимых и близких людей. Ольга Павлова, Игорь Казановский, События.